объявляю благодарность моему штативу моему свету вот кстати мой самый главный помощник на нем будет стоять камеру всем привет с вами павел снеговик вещая из города кемерово и сегодня у нас на обзоре бич пакет next level вообще без сублимированных продуктов русскому человеку наверное не обойтись мы с вами с детства едим доширак роллтон сублимированный продукт это такой способ приготовления когда еду типа обезвоживают или консервация это я не знаю в общем при добавлении воды она напитывает влаги и становится так скажем съедобный что же означает бич пакет next level прежде всего у него немного другой способ приготовления отличный от привычного нами в общем не нужно его заливать кипятком нужно всего лишь холодная вода ну и конечно же он будет отличаться по комплектации и конечно же будет отличаться по цене за вот такую коробку мне пришлось отдать 400 рублей купил я его на местном фудкорте под названием candy box там продают разные азиатские вкусности сувенирчики для анимешников ну и так далее в общем если в ваших городах нет подобных фудкортов то вы всегда можете пошариться на сайтах коршок или food the sun я сам лично с них заказывал минус в том что нужно будет ждать посылку примерно неделю ну и заплатить за доставку рублей 300 ну что ж ребята приступим к распаковке такс открыванский папочки 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 что у нас здесь есть палочки палочки это походу сама лапша сама лапша господи такой пакет скукоженный вакуумированный это похоже на спаржу нас что-то 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 напоминающее вяленое мясо на ощупь это похоже на соус ну и вот это вот пакет на котором все это будет вариться итак друзья приступаем непосредственно к анбоксингу года тут не просто лапша тут лапша с какими-то водорослями а так это не лапша вообще это вообще даже не лапша штуки непонятного происхождения далее мы делать добавлять спаржа спаржа делает на запах пахнет примерно ничем добавляем слушайте ну уже могу отметить что тут достаточно много всего что она уже такая увесистая грамм наверно 150 на 200 получается самый главный вопрос что здесь такое самый главный вопрос что здесь такое пахнет смертью ой как бы это показать то что слиз склизкая что-то ой не остро кстати вот это должно быть очень остро после этого пальца лучше не облизывать и добавлям бы ничего страшного если какие-то частички я не выдавлю потому что я не фанат острова как вы могли заметить если смотрите мой канал ну да там что-то осталось уже порнухой заниматься выдавливать не буду ну вот так вот все это выглядит у нас аппетитно не аппетитно решать не мне так ну и кульминационный момент сейчас я залью водички в горючее в жигу и буду смотреть как это вообще все работает вроде бы нужно чуть-чуть так пока что никакой реакции я не наблюдаю наверное еще надо воды днище то там совсем сухое о господи ой не надо взять он не взорвется блин перелил воды или пакет так сильно вспух непонятно я очень надеюсь ребят что взрывы не будет сейчас мы распределим всю вот эту штуку чтобы все было накрыто водой что надо наверное еще воды как считаете еще воды добавлю то мало ли чё вот ну и когда она у нас все в воде она у нас там шипит страшно сейчас мы закрываем все это дело крышкой на 15 минут ну и друзья пока она у нас все шипит и варится я расскажу пару мыслей во первых она стоит 400 рублей соответствующие у меня должны быть и ожидания то есть мне должно быть как минимум вкусно оценивать данное блюдо я буду по трем критериям первое это внешний вид второе это собственно вкус блюда ну и третья острота то есть если для меня это будет остро мне это не понравится но возможно понравится кому-то из вас поэтому все я буду оценивать по десятибальной шкале для меня очень остро это будет вот типа вот как лапша сам янг если вы смотрели прошлому обзор вот она для меня где-то на восьмерочку на девяточку острая то есть я не мог это в принципе даже есть физически у меня организм отторгал это так вот друзья значит прошло 20 минут написано что за 15 минут все должно быть готово но такой вот косяк видимо либо я налил слишком мало воды либо я налил слишком много воды но из этой дырочки должен выходить пар прям как с паровоза а у меня ничего из нее не выходило то есть по количеству воды надо либо просто она сама косячная какая-то но вот сама упаковка она была очень горячая то есть градусов наверное 65-70 к ней невозможно было притронуться по наполнению тут я отмечаю большой плюс потому что как она выглядит на картинке примерно так же она выглядит и в готовом состоянии то есть знаете как обычно бывает на картинке нарисовано какое-то мясо там какие-то грибы яйцо а ты варишь и там обычная лапша две какашки валяется ну и как бы непонятно здесь вот все прям как на картинке всего много достаточно порция огромная для одного человека я считаю так что за это несомненно плюс ну что друзьяшки мои вкусняшки сварил я значит эту штуку напоминаю что стоимость данного продукта 400 рублей чтобы вы понимали средний стейк из мраморной говядины какой-нибудь чак-роу от мира торга будет стоить 350 рублей вот он у меня даже есть смотрите вот это 350 рублей а вот это 400 рублей ожидание в с реальность ну что ж пробуем на вот эта штука я повторюсь она должна была кипеть она у меня не кипела но я надеюсь все приготовилось если нет то буду греть в микроволновке доводить до готовности так лапша должна быть лапша или это картошка что это что вот это есть варианты но это картошка офигеть тут еще и картошка тут кстати лапши вообще нет чувствуется остринка но она не убийственная по остроте могу сказать что это где-то наверное шестерочка твердая из десяти эта штука прикольная вот это как раз похоже господи сейчас остроту почувствовал но она повторюсь не убийственно это остро но не убийственно остро прикольно слушай весьма весьма так мне интересно что вот это такое два ингредиента уже попробовали сейчас будет третий вот такой вообще непонятно что-то вроде похоже на капусту но не капуста нету вот этого капустного послевкусия такого слегка капустного какая-то трава или подожди это грибы неужели грибы шитаки не поверю друзья это грибы мясо соевое судя по всему ну это как минимум пять ингредиентов они все присутствуют большой плюс за то что присутствует картофель представляете картофель то есть не пюрешка которая разводится водой а прям картофель который набухает в воде и становится очень вкусным ну слушайте ну прям не знаю я думал будет хуже если вы это приготовите по уму а не так как я если она у вас прям закипит и все растворится еще лучше думаю это еще будет вкуснее но это и так знаете по общей оценке внешний вид лучше чем я думал гораздо лучше это наверное из всех бич пакетов которые я пробовал внешний вид у этого лучше всех ну я не беру в расчет какой-нибудь чаджан мён потому что мне прикольно что он весь соевый такой но там просто лапша понимаете там просто лапша и он выглядит офигенно для 60 рублей выглядит он хорошо но если вот брать скажем абсолют куда то побеждает конечно вот эта штука это самая дорогая пичка которую я ел в жизни и она самая вкусная которую я ел в жизни по остроте еще раз скажу когда вы едите чан рамен острая говядина там вы можете смело высыпать не весь пакет а пол пакета это будет все равно остро здесь я бы не сказал что нужно высыпать пол пакета я бы сказал наверное где-то процентов на 25 меньше то есть три четвертых пакета вы высыпите вот этой острой смеси и будет вполне себе это чуть острее чем я люблю но в принципе я бы мог съесть вот это все и не умереть что самое главное ну вот что я упустил есть еще какая-то зеленая трава коронавирус зеленая трава на вкус как зеленая трава я не скажу что я буду покупать это каждую неделю но раз в жизни как минимум попробовать такое должен каждый если бы цена на такую лапшу было примерно рублей двести я думаю я очень часто бы это брал и кормил бы друзей показывал смотрите какая штука так уж сложилось что у меня в городе не самые лучшие рестораны паназиатской кухни и ты там можешь заказать суп фоба за 450 рублей где не будет ну примерно ничего кроме розового лука и бульона из воды если выбирать между к ресторанным каким-нибудь фобой или каким-нибудь раменом ресторанным за 400 рублей и между этим я бы выбрал это то есть без привлечений это вкусно это дорого но это вкусно и она в принципе наверное оправдывает свою стоимость тут много всего тут пять ингредиентов они все есть они все есть в достаточном количестве ребят я удивлен самый самый мой наверно позитивный обзор но для вас друзья если кто-то вдруг решит подобное купить у вас уже будет готовая инструкция как это готовить приплатил на работе ну что друзья итоги такие внешний вид 8 из 10 острота где-то 7 из 10 но и вкус я считаю для бички это 10 из 10 потому что это вот эталон вкуснее я не ел напоминаю что раз в неделю провожу игровые стримы и если тебе неинтересно кулинария но ты по какой-то причине попал на моё видео то тоже подпишись поболтаем на отстраненные темы пошутим я много матерюсь кстати много играю думаю мы поймем друг друга ну что друзья пока а а